ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ 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 того происшедшего случая все-таки с нашим Су-24 и в связи с тем, что сегодня наш генштаб, наши специалисты смогли выдвинуть в обеспечение ситуации, чтобы такого больше или не повторилось, ну или вообще на опережение что-то действовать. Значит, все-таки касаясь того случая, могли ли мы на Су-24 чисто технически, наши специалисты разместить какие-то средства подавления электронной борьбы, чтобы обезопасить вот этот бомбардировщик, или ракету воздух-воздух с соответствующей техникой обнаружения там и так далее. Что вообще, вот несколько слов, могло ли такое быть чисто технически? Ну, технически такая возможность есть, конечно. Именно на Су-24, да? Именно на Су-24, да. И вот тем более вот эти Су-24 и М2 вот после модернизации крайней, так сказать. Ну, другой вопрос, что использование, так сказать, этой техники, да, оно все равно подразумевает, ну, как бы, определенную готовность для того, должно быть обстоятельство создано, да? Вот, грубо говоря, если вы у себя дома, там, ну, или где-то, так сказать, да, в разрешенном месте, да, где вы ни о чем никогда не думали, да, ходите по прямой, да, и тут из-за угла вам кидают кирпичом, так сказать, да, причем сосед, с которым мы вчера, так сказать, играли вместе образом. Ну, понятно. Значит, на это уже многие обратили внимание, на это сильно тогда не будем. Значит, технически возможно было разместить такие средства подавления, обнаружения, допустим, того же самого F-16. Да, ну, нет, можно было на Су-24 все это разместить, и тот же самый F-16 мог бы его сбить, допустим, да, так же. Да, так же размещенное это техническое насначение, да? Да, да, ну, может быть, если все у него было, конечно, вот, средства РЭП современные, они модернизируются, это же, собственно, все эти средства РЭП, это волновая теория в чистом виде, да, в чистом виде, поэтому нет пределов совершенству, они постоянно модернизируются, постоянно модернизируются. Средства радиоэлектронной борьбы? Радиоэлектронной борьбы, да, 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 это волновая теория в чистом виде, так сказать, вот, они постоянно модернизируются. Сейчас больше того, сейчас они стараются уже, грубо говоря, особенно вот это касаемо самолетов, да и сейчас это относится не только к самолетам, вообще к военной технике, где она вся комплексируется, техника, да, то есть уже сейчас везде комплексы. Если это авиационный, уже говорят, авиационный комплекс, корабельные, они давно уже комплексные идут, так сказать, да, поэтому сейчас пытаются всю электронику, да, всю, вот как в машинах сейчас делают, головные устройства, да, примерно, так же и там. Все пытаются, так сказать, в один мозг, электронный мозг самолета, ну, в данном случае у нас, да, и он должен сам автоматически вырабатывать команды на применение средств РЭП, сам же их и индуцировать, так сказать, производить. Да, 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 вот. У них на Су-24 же, он же вот этот Дональд Кукты, когда облетал, на нем висела там какая-то хибина или еще там сорбция, там, каких у нас авиационные средства, да, там их очень много, на самом деле. Другое, что они не массовые, да, массово мы смогли несколько только развить, это еще со времен СССР. И в большинстве они такие, значит, особо много их не надо, да, то есть один самолет обычно сам себя редко прикрывает, он обычно звено прикрывает один самолет, да. Это, ну, радиоэлектронная борьба, это вообще, так сказать, это, наверное, на сегодня самый передовой уровень, так сказать, технически. Да, да, именно передовых технологий, так сказать, да, особенно, ну, вообще там все на волновых теориях, да, вот оружие на новых физических принципах, собственно говоря, да, оно все построено на волновых теориях. Что, возьмите, так сказать, что там лазерное оружие, да, что там, так сказать, пучковое, там, импульсное оружие, да, в итоге все равно, так сказать, везде волновая теория, да. Ну, понятно. Давайте тогда этот вопрос, закрывая вопрос со сбитым бомбардировщиком, отметим, что если бы наша сторона была готова к подобному развитию событий, то, в принципе, ситуацию можно было предусмотреть и обеспечить безопасность полетов. Только добавляя, так сказать, в наряд, в наряд вот этих вот, так сказать, наподавление вот этой группы самолетов, так сказать, да, на цель, наряд самолетов на цель, да, вот так это, кажется, называется, да, 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 количество самолетов на цель, туда входят разные. Там же есть, так сказать, это сейчас, вот, когда... Ну, то есть он должен был работать в системе. Конечно, там есть, так сказать, ударная группа, группа, которая, так сказать, отвлечения внимания, так сказать, да, группа разведки, группа там... Вот объясните правильным языком, то есть это должна была целая система, там и истребитель, и штурмовик, видимо, и бомбардировщик, или что? Нет, ну, у нас же вот там есть вот эти вот Су-35, так сказать, да, ну, вот, у них большая продолжительность полета, новые двигатели, очень экономично. Обычно стоят, собственно, РЛС почти как на МиГ-31, так сказать, да, ну, не почти, там, они в чем-то даже превосходят, их в чем-то уступают. МиГ-31 это уникальный самолет, так сказать, да, это отдельная вообще история, можно правило, потому что это самолет, который мы никому никогда не продали, так сказать, ни одна страна. Ну, там, за исключением, наверное, Казахстана, так сказать, да, да, потому что тоже у него огромная территория, у Казахстана, только ему можно такой самолет, так сказать. Так, и на нем? Вот, и на нем стоит тоже РЛС, так сказать, мощнейшая, мощнейшая, и вот на Су-35, он гораздо новее Су-35, так сказать, да, он многофункциональный, абсолютно. Вот на МиГ-31 у него все-таки такое, ну, узкого направления, так сказать, ну, суженного, да, это все-таки перехватчик, прежде всего, перехватчик, так сказать, от крылатых ракет на предельно малой высоте до спутников, так сказать, на низкоорбитальных спутников, вот, МиГ-31. А вот эти, вот, допустим, Су-35, можно было их где-нибудь там разместить на удалении километров 50, вот, от, вот, этой территории оперативного, так сказать, оперативной работы наших сушек, вот, а нет, даже, наверное, поближе, чтобы у него подлетное время было, чтобы Ф-16, вот, ему хватило, грубо говоря, сколько он там к нему подлетал, ну, может быть, секунд 30 всего он был на виду. Где-то вынырнул с закрытой территории, да? Да, да, да. Где его ни РЛС не пролезли? Конечно, там, там же видно, что, примерно, там, даже рельеф местности, посмотрите, от моря начинается, и вот здесь вот, вот этот вот район Алеппо и сюда, ближе к нам, так сказать, да, к нашей авиабазе, это зеленая часть, низины, зеленка, так сказать, да, где вот произрастает, а все остальное, как раз, к турецкой границе, так сказать, начинаются горы, 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 и как раз вот две тысячи, где-то там, полторы, две высоты вот эти идут. Не слабо. Ну, для самолета это вообще, так сказать, да. Шторы, шторы. Конечно, конечно, да, потому что они могут использовать там 500-300 метров высоту, так сказать, да, чтобы спрятаться, а здесь-то, тем более, удаленность такая. Он заранее взлетел, где-то за этими горами. Так вот, значит, размещаем несколько истребителей Су-35, они дежурят посменно, вот, и постоянно, так сказать, вот этот вот район просматривают, мониторят, мониторят, где наши работают. Только турок появился, так сказать, да, они уже тут как тут. Кстати, это вот было буквально 6 декабря продемонстрировано. Естественно, информация, так сказать, да, она всегда сейчас во время боевых действий, тем более, а боевые действия там идут. Она приходит всякое искаженное, видоизмененное, вот, ну, мы тоже, естественно, так сказать, даем ее в рамках того, что необходимо, так сказать, да, чтобы не навредить. Самое главное в этой ситуации, не навредить. Да, да, но... Какие действия, не обо всем можно говорить. Да, но могу сказать точно, что там сейчас идет концентрация высокотехнологичной техники. Беспилотники там вообще, так сказать, просто как пчелы летают, и они просто удивляются, как они там не сталкиваются друг с другом, так сказать. Ну, то есть меры предприняты очень... Американцы, репторы туда даже передвинуты, где-то в Катаре у них. Что это? Ну, это вот у них самый последний, так сказать, самый дорогой истребитель-перехватчик. Ну, сейчас они и бомбу на него подвешивают, так сказать, да. Так, ну и тогда плавно переходим к вопросу. Вы уже практически частично объяснили. Еще какие меры предпринял наш генштаб, наши специалисты для того, чтобы обеспечить безопасность работы от наших специалистов? Тот же самый крейсер «Москва» какую роль обеспечивает сейчас? Ну, вот, говорили же, да, что, значит, туда подошел, значит, ракетный крейсер «Москва», вот, четыре, кажется, у нас их в СССР было, один, кажется, остался в Украине. Вот, я знаю точно, что «Варяг» во Владивостоке базируется. Кто был там, его невозможно в блоке «Золотой Рог», он прям выделяется, так сказать, такой, как колосс стоит. Вот, у него все-таки большое водоизмещение, ну, тысячу восемь, наверное, не меньше. Так, какую роль он сейчас в «Москва»? Вот сейчас он играет роль, как комплекс ПВО, так сказать, С-300П, так сказать. Да, только на море, море транспортабельное, так сказать. Я так понимаю, что если со стороны авиации, там, беспилотников и соответствующих наших самолетов, там, и радарной техники, что-то обеспечивается со стороны суши, а и со стороны моря дополнительно еще просвечивает. Конечно, конечно. Вот, наверное, это как раз и для того, чтобы туда заглядывать за эту горную грядку. За эту горную гряду. Да, да, чтобы видеть его там, чтобы там уже ему не так вольготно было прятаться, чтобы уже и там сузить ему район, чтобы уже в тех районах оставить только три или четыре места, на которые можно было сфокусировать, допустим, спутник или А-50 наш, вот есть у ДРЛ-система у нас, да? Это что? Ну, это вот типа американского АВАКСа, Е-3 Сентри, так сказать, у них уже, у них в НАТО 40 штук, так сказать. Ну, объясните, что это. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, да? Это такой, это такая огромная антенна вот наверху, такая грибовидная. Мы с 80-го года, вот, они летают у них в НАТО. Мы чуть-чуть попозже, так сказать, реактивный самолет, а вообще это, это достаточно давно. У них со Вьетнама, у нас на Ил-126 был такой командный пункт, так сказать, да? Тоже вот с такой же надфюзеляжной антенной плоской, вот. Ну, а сейчас у нас А-50, его хотят модернизировать, вроде будет А-60. Ну, это новейшая радарная система обнаружения. Да, да, видите, он высоко поднялся, грубо говоря, да, и сверху у него такой обзор. Сверху он видит все, может заглядывать куда-нибудь в щели, так сказать, да, в складки местности, вот. Вот, выбор цели на фоне земной поверхности, селекция цели на фоне земли, так сказать, да, у него повышенная, да. Конечно, никакой истребитель никогда не сравнится с его возможностями. Вот, ведь недаром говорят сейчас, что когда сбивали наш самолет, так сказать, да, там участвовало аж два авакса. Вот так вот, да, и оказывается, еще и ХОК-станция работала с земли одновременно. Короче, это была целая операция, правда. Есть даже, я, конечно, пока сомневаюсь в этом, да, но есть такая уже гипотеза, что была первая ракета, только, так сказать, да, с самолета. А дальше, так сказать, да, добивали его с земли, потому что турецкий летчик и так, так сказать, да, сделал все топорно, выскочил на сирийскую территорию. То есть, погнался за ним, то есть, он его не подкараулил даже, как следует, так сказать, да, а вынужден был его заскочить на турецкую, на сирийскую территорию, да, то есть, сделано все было вот так, вот, знаете, вот, ну, просто, так сказать, вот, в наглую, вот так вот, цинично, мерзко, подло, вот так вот, да, и сразу, и тут же бросились, бросили все самолеты на прикол и побежали в НАТО жаловаться. Русские на нас напали. Это понятно. Павел, ближе к технике, пожалуйста. Ну, и вот, и, значит, если туда еще наши добавят А-50, вот, конечно, мы тогда всю эту, мы и так, собственно, закрываем, да, у нас С-400. Еще нету? Ну, они, собственно, так сказать, по воздуху летают, поэтому, вы же видели, как, я думаю, что они, наверное, там есть, потому что, если мы свободно летаем с Моздока на Бигфайр, туда, так сказать, там, насколько там, две с половиной, три тысячи, не больше, так сказать, да. То, понятно, у него, извините, там, продолжительность полета 15 часов без заправки. Конечно, он там может висеть. Другой вопрос, что это все высокотехнологичная техника, да, она требует огромных затрат финансовых. Вот в чем дело-то, понимаете. И получается так, что мы воюем-то, собственно говоря, с, грубо говоря, низкоквалифицированными военными, ну, с террористами непосредственно, так сказать, да. А применяем, приходится использовать вот такую технику. У нее же тоже ограниченный ресурс, так сказать, да, тем более такая техника. Там наработка на отказ, знаете, какая, там столько всего работает, так сказать. Ну, у него только 20 человек операторов сидит, там, у А-50, понимаете. А на земле его еще, так сказать, 50 человек обслуживают. У нас вот Су-24М, так сказать, да, на один самолет надо минимум 5 технарей, минимум. И то, так сказать, вот с такой нагрузкой, я уверен, что там на один самолет 10 технарей, как минимум. И то, так сказать, да, я уверен, что они и не спят там, ребята, так сказать. Потому что, ну, конечно, я не знаю, может быть, сейчас с двух баз там работает, так сказать, да, может быть. А может быть, мы как-то, так сказать, сейчас адаптивно там используем, может быть, уже одну основную Ну, и несколько, несколько, как аэродромы подскоков, так сказать, да, дозаправиться, подвесить. Извините, мы во Вьетнаме садились на автодороги, так сказать, которые строились в джунглях, просто тупо, так сказать, да, аэродромчик, узкая полоска, чтобы самолет сел, там его, так сказать, на руках развернули, дословно на руках. И он обратно стартанул. Но в тот момент, когда, так сказать, тут проходит группа, допустим, Б-52, летят бомбить там какой-нибудь там Ханой или Дананг или там еще что-нибудь там, ну. Так, так, ну, примерно, примерно понятно. Значит, если до этого события у нас было с НАТО там определенные договоренности о содержании там средств ПВО, там и так далее, наверное, все-таки что-то было, какие-то ограничения. Да, да, согласование каких-то по зонам там, о том, как будет летать техника там, та или другая. Сейчас, после того, что произошло, видимо, все там изменилось, по идее. Как на Вашу оценку? Ну, все там не изменилось однозначно, потому что основные акторы, так сказать, цели своих не изменили, никаких даже не было. Видите, тут сложно политику, не политики, да, то есть, как бы, собственно, сейчас-то вот тут как раз и начинается именно перевоплощение, так сказать, политики, вот именно в ее, так сказать... Военную составляющую, да, сущую, вот именно в вещи, так сказать, да, вот как она... Ну, об этом тоже можно. Железная рука, так сказать, как она начинает проявляться, так сказать, да, когда она просто, так сказать, политики сидят, да, вот она начинает обрастать металлом, грубо говоря. Ну, вот поэтому, собственно, вот мы видим, сейчас все это происходит. Мы постепенно опять... Мне, вот, конечно, я, честно говоря, так сказать, да, я понимаю, что это необходимо, что, собственно, и выхода другого нет. Но радоваться здесь нечем, на самом деле, да, к сожалению, потому что это все равно эскалация постепенная, но непрерывная и односторонняя. В одну сторону эскалация, а эскалация, эскалация. Эскалация, техника туда, так сказать, стягивается нами, ими, другими, третьими. Ну, то есть, пользуясь тем, что на земле идут там боевые действия между какими-то уставшими сирийскими войсками там или там со стороны там иранских там групп там и так далее, с вот этими вот джихадистами, то есть война такого, ну, скажем так, низкоуровневого плана. Пользуясь этим, сейчас уже... Прокси войска, как называют. Да. Пользуясь этим, сейчас происходит уже вот такое вот стратегическое, видимо, не то что столкновение, а разведка, да, разведка, противостояние вот этих вот больших глобальных сил. Ну, не то что разведка, они сейчас уже находятся на одном ТВД, все. Вот в чем дело. То есть, все стянуто. Вот я почему говорю, что беспилотников там уже как рой, понимаете? Вот сейчас появляется пилотируемая авиация, тоже начинает концентрацию расти ее. Мы наращиваем ее, так сказать, ее регулярно, постоянно, да, образно. А они, вот, по крайней мере, с 1 декабря, когда вот турки, кстати, проявились там, значит, отключили нам С-400 1 декабря. Вот, вот, вот. Ну, есть такая информация, так сказать, да, что 1 декабря, так сказать, было знаменован нашими специалистами на базе Хмея-Ним, тем, что у нас, так сказать, начались проблемы с работой, с бесперебойной работой системы С-400. Вот так вот, да? Да. То есть, у них тоже есть какие-то средства? Да, да, у них есть, есть, у них есть оригинальная, так сказать, ихняя система, кажется, как коралл. Турецкая? Турецкая. Да, причем они, это самое, они ее никому не продают и говорят, что это наша оригинальная, мы вам еще покажем, что это такое, да. У них вот и крылатая ракета своя есть, кстати, да, не намного хуже, чем калибр, я вам скажу, СОН называется. Алтай, а танк у турецких называется Алтай. Вот так вот. Алтай, да? Да, вот они его шлепывают серийно уже года три, так сказать, и грозятся показать ему всему миру. Танк Алтай? Танк Алтай, да, вот как раз, так сказать, да, вот их, этот тюркский халифат, он как раз до Алтая же, они претендуют. Ну вот, ну вот и подумайте, вот так вот есть, я же ничего не придумывал, ну, это они придумали такое название. Нет, мы, я ничего не говорю, вы просто расскажите, все самое интересное, значит, какие еще есть с той стороны. Пакости, какие они могут, вот, а, кстати, и что еще, какие еще силы НАТО там участвуют? Добавились же у нас французы и англичане. Ну, на сегодня, на сегодня, так сказать, летающих там 10 стран. Да, помимо этих, значит, американцев, французов, англичан, так сказать, да, там еще уже есть, так сказать, австралийцы, кажется, новозеландцы, точно, так сказать, да, поляки чуть-чуть. Ну, Израиль. Израиль не НАТО. Израиль, он только 10. Израиль вообще. Израиль сам по себе там работает, работает. Да, половина страны, так сказать, из наших соотечественников, бывших, так сказать, да. Поэтому я, честно, мое такое мнение к Израилю, да, это почти как, как могут все-таки чуть-чуть России, чуть-чуть СССР, так сказать, да, ну и чуть-чуть, конечно. Тем не менее, они какие-то удары наносят, причем по структурам асадовским. Да, но там у них, знаете, у них там такая старая, старые счеты у них там между собой, да, поэтому мне кажется, это где-то вот в этой плоскости лежит, понимаете, то есть они на самом деле, так сказать, да, они же, они там уже сколько лет с ними воюют, так сказать, да, у них есть там и друзья, и враги, и мне кажется, просто они используют ситуацию, да, если появляется кто-то из этих врагов там на этой территории. Типа хизбаллы. Да, типа хизбаллы, типа иранских, сифовских, да, потому что войну 2006 года, они до сих пор переживают, так сказать, весьма напряженно, вспоминают о них. И под этим предлогом быстро, моментально наносят удар, но это ладно. Да, я думаю, что так. Ну, где-то в этой плоскости, да, а вот французы, англичане как там появились? Ну, а эти, наверное, так сказать, из, так сказать, солидарности натовской, как еще по-другому, я даже не знаю. Ну, по крайней мере, вот по удару, так сказать, 6-го числа, когда нанесли удар по асадовским частям, по сирийской арабской армии, так сказать, да. Это кто? Это в районе Дей-Резор, это такое удаленное место, так сказать, да, ближе к Ирану, так сказать, вот, на берегу, прямо на протяжении реки Ефрат расположены. Ну, это там, собственно, все крупные, крупные населенные пункты, собственно, да, в этих пустынных зонах, они к рекам, к рекам ближе. Вот, и суть-то там какая, грубо говоря, войска сирийской арабской армии отбили одну сторону боевиков, значит, и не давая им перегруппироваться, значит, попытались развить наступление, попытались развить, значит, предыдущие вот это, использовать вот этот вот импульс, да, для развития дальнейшего наступления. Вот, значит, наши самолеты перед этим, вот как там, буквально, там трафик, тайминг-то такой, что наши отбомбились по той стороне, грубо говоря, да, эти подошли сюда, наши ушли, проходят буквально 20 минут, вот, как раз эти только выдвинулись. И тут выходят, так сказать, тут выходят три борта неизвестных, так сказать, дистрибителя-бомбардировщика, ну, говорят, что вроде как два Рафаля и Тайфун Еврофайтер, наследник Торнадо, так сказать. Ну, Рафаля французский, а Еврофайтер английский, ну, опять же, не английский, извините, так сказать, паневропейский, да, то есть там несколько, панавиа фирма, вот, Торнадо, которая делала, сейчас это ЕАДС, это военный, так сказать, военное отделение Эрбаса, отделение военной продукции Эрбаса. ЕАДС, да, да, вот, но эти самолеты стоят на вооружении, что, как раз именно вот, что Рафаль, что Торнадо, ой, Тайфун, они как раз вот находятся вот у этих сателлитов ИГИЛовских, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, так сказать, да, вот именно эти самолеты, да, поэтому не факт, что это были обязательно, французы и англичане за штурвал не сидели, вполне возможно, что это были какие-нибудь, так сказать, саудиты совместно с, ну, а наше ПВО, это дело так, то есть это было происходило на территории Сирии, да, но это было в отдаленной провинции Дер-Эс-Зор, почти на границе с Ираном, то есть наше ПВО там не охватывает, нет, наше туда вообще, так сказать, туда сирийцы-то недавно попали, потому что это была отрезанная территория, так сказать, да, там ИГИЛ. Ну и кто-то, короче, вот эти вот три борта отбомбились по сирийским войскам. Да, 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 и они нанесли управляемым оружием, да, они в отличие от нас, как бы, да, у них все управляемое оружие, практически на сегодня, да, они используют на 90% управляемое оружие, да, если мы, грубо говоря, сейчас на 10% только, да, в лучшем случае, то они на 90%, видите, какое соотношение, и они, конечно, управляемым оружием, так сказать, сразу там поразили очень много целей, вот, ну, по крайней мере, то, что показывает вот их, так сказать, ну, я смотрю, что и сирийцы тоже это же место показывают, так сказать, да, может быть, не все сирийцы показывают разрушение, а вот показывает Евроньюз, так сказать, да, там, они же больше, так сказать, да, и первым делом они сразу на нас все это пиворисели, представляете, тут же, вообще, этот, американцы же опять, так сказать, тут же говорят, да, вы знаете, наши тут самолеты работали, да, но только подальше, кем-то в 50 отсюда, а здесь же, говорят, вы бомбили, поэтому это ваши, наверное, вот так, но факт тот, что, факт тот, что попали четко, так сказать, по сирийскому, по сирийскому авангарду, в авангарде обычно идут самые подготовленные, самые-самые-самые, так сказать, да, тем более били управляемым оружием, так сказать, да, это было в преддверии, ну, то есть в процессе, в процессе вот этого взаимодействия, вот, обычно это как делается, может быть, ну, мало ли, так сказать, да, эти передовые авианаучики выявили командные пункты, а может быть, главный командный пункт, да, откуда управляется это все, вот, потому что сейчас примерно так все, да, что сетицитричная операция, любая, да, Да, она все равно имеет, так сказать, центр единый, ну, грубо говоря, все равно, центр принятия решения будет где-то, может быть, он будет за тысячу километров, но он будет. Ну, в общем, антитеррористическая коалиция помогает, помогает, понятно, кому. Тут вообще такая складывается, так сказать, парадоксальная ситуация, да, что, значит, мы воюем, значит, против их террористов, так сказать, да, грубо говоря, а они, видите, они, так сказать, Асад, это, собственно, всякое, отшельмовывают его, так сказать, что он как террорист в их понимании. Да, да, да. А они воюют против войск Асада, вот и вот так вот мы тут можем скоро как в Корее очутиться, так сказать, да, грубо говоря, но я подозреваю, что это было бы лучше, это был бы лучший вариант, если бы закончилось бы как в Корее, так сказать, да, то есть отдаленный фронт, так сказать, да, ну и вот там, грубо говоря, меряемся силами. Разобрались и разошлись и успокоились, определив определенный паритет. Да, да. Ну это было бы так, если бы при этом не существовала вот эта вот армия, банда, растворившаяся там наполовину уже региона этих джихадистов, которые сами по себе. Да нет, тут гораздо серьезнее на самом-то деле, ведь это же, это же ведь не то, что, не то, что вот какая-то армия, так сказать, да, она откуда-то идет, это в своей прежней жизни это обычные люди. Обычные люди, у которых по той или иной... Да, это сетевая структура боевиков практически. Ну боевики, они что, рождаются, что ли, боевиками? Ну. Но они же рождаются не боевиками. Они же родились вообще не там многие. Все же, но они же рождаются же не боевиками. Я и говорю, это сетевая структура. Ну. Это уже совсем другой разговор. Так ну вот в чем суть-то, то есть, так вот в чем суть-то. Эти волны будут идти, идти. Идти, идти. А я про что говорю? Вот так это страшно. Ну да, но там как бы тоже, в общем-то, так сказать, одного этноса, так скажем. Две стороны одного этноса. Ну да. Ну и здесь примерно та же история, так сказать, да. Но он просто гораздо более многочисленный. Ну ладно. Значит, еще попробуем коснуться техники все-таки, Павел. Вот скажите, в Су-24 сбили наш, видимо, ну, по разным причинам. Возможно, и упущение некоторое было наших военных специалистов. Вот сейчас на Су-34 повесили ракету «Воздух-воздух». Насколько это будет эффективно для защиты самого Су-34 как бомбардировщика? Или он все-таки должен работать все-таки в спарринге с истребителями и так далее. И подключать все системы ПВО и так далее. Все-все-все. Как вы думаете? Или сам по себе Су-34 может выполнять задачу обеспечения и бомбардировки, и защиты самого себя? Можете это пояснить? Нет. Ну, конечно, он может все выполнять, так сказать, да. Но цели указания все равно ему должны, кто-то помогать ему должен все равно. То есть система на земле должна работать? На земле или в воздухе. Главное, чтобы ему тылы прикрыли. Вот самое-то главное, да. Потому что в передней полусфере он все увидит. Вот. На него никто и не нападет в передней полусфере. И на Су-24 особо-то никто не будет стараться напасть. Да, потому что и на Су-24, так сказать, авионика позволяет просматривать, пусть поуже коридор, так сказать, да, но достаточно эффективно контролировать. А сзади опять же... А сзади он не видит ничего. Вообще ничего не видит. Су-34... Они по этому парню ходят, так сказать, потому что все равно, как бы, да, это все равно какой-то тандем, так сказать, да. Поэтому у Су-34 у него, опять же, так сказать, да, он впереди видит в три раза больше, чем Су-24. Но сзади он, опять же, так сказать, да, даже если все-таки мы туда поставим вот эту РЛС, заднюю полусферу, так сказать, да, она все равно будет больше оборонительной, она увидит ракету уже пученую в него. Вот в чем дело. Тогда, конечно, все равно у него шансов будет больше, когда он будет оповещен, так сказать, да. Но они тепловые в основном идут, так сказать, да. Сейчас вот единственное, что... Сейчас вот новые системы радиоэлектронной борьбы, они настолько, значит, широкой такой архитектурой, так сказать, да. У них столько сенсоров, вот, что последние, они даже, грубо говоря, и со спутником, может, связан быть, так сказать, да. Но она же работает, и если у нас в связке работает ДРЛО самолет, да, АВАКС наш, к примеру, вот. А он автоматически не летчику будет передавать, а в эту систему передаст информацию, что появилась угрожаемая нашему самолету цель. Классификация F-16, все, наш летчик уже узнает уже от своей системы. Не летчику говорят, а эта система получает эту информацию, да. А если бы на Су-24 ставили какие-нибудь, так сказать, сенсоры, допустим, боковые, к примеру, да. Вот есть сейчас такие, так сказать, да, которые на подлете ракету чувствуют, да. То они бы ему сообщили, что подлетает, ну, эта система, головное, вот это устройство, так сказать, да. Она могла бы уже сразу, так сказать, ему даже и подсказать, какой маневр уклонения ему делать, исходя из конкретной ситуации. Ну, ладно, у меня маленький вопрос не об этом был. Но в любом случае, кто-то должен ему сказать, что у тебя на хвосте, ну, или там за 50 километров появился F-16, образно, да. Видите, скорости, они большие, так сказать. А если, допустим, на встречных курсах? У Су-34 возможности все-таки больше. И вот эта вот ракета, она не просто так повешена. Она имеет все-таки возможность, как бы, ну, не то, что устрашения, но предупреждения о том, что ребята можете получить адекватный ответ. Так? Да, да. Больше того, так сказать, да. Если опытный экипаж, если благоприятность течения обстоятельств, то F-16 может еще и не долететь. Ну, да. Может еще и не долететь. Я про это и говорю. Да, да, да. Возможности у нашего бомбардировщика Су-34 намного больше. Эта машина... Ну, не намного больше, конечно. F-16 все-таки нет. Это все-таки перехватчик, так сказать, да. Его создавался как перехватчик, да. У него маневренность-то у него, ну, примерно одинаковая, да. Примерно одинаковая. То есть, по крайней мере, перегрузки они им держат примерно одинаковые. 8-9, так сказать, на фюзеляж. Поэтому вот и весь каст, так сказать. Примерно... Другой, потому что один весит 45 тонн, извините, а другой 20. Ну, вообще это F-16 на самом-то деле, так сказать. Да, это МиГ-21, чтобы вот вы знали. Это наш самолет МиГ-21. Они постоянно, так сказать, завидовали нам, как только во Вьетнаме его увидели в деле, МиГ-21. Все, они сразу, американские генералы там, сразу начали говорить. Вот нам вот такой самолет. И все, и, так сказать, вот через там сколько лет у них появился F-16. Собственно говоря, тот же самый МиГ-21, так сказать, да. Добавили интегральные схемы, так сказать, плавное сопряжение сделали крыла с фюзеляжем. А посмотрите на него внимательно, да. Убрали, убрали вот этот вот торцевой вылокозаборник, под низ, а вперед поставили антенну РЛС. Вот и все, вот и на F-16. Ну, немножко, так сказать, доделали там, крыло немножко доделали. Но в итоге F-16, так сказать, да, это... Поэтому если начинают говорить, что вот мы там кого-то копируем, все копируют друг у друга. Лучше... Зачем идея... Геаль идея приходит одна, а используют ее все. Поэтому, знаете, дело такое. Ну ладно. Я понимаю, что вы о технике можете говорить бесконечно. Так что F-16, на самом деле, закоммульпирован на МиГ-21. МиГ-21. Да. И вот еще один такой вопрос, Павел, может быть, даже на окончание. Вот, но вопрос долгий. Вот смотрите, очень много идет разговоров о том, что наша сторона должна была дать адекватный ответ туркам. Вот, понятно, что любой военный, ну, наступательного плана, удар, конечно, не мыслим в сегодняшней обстановке. Это обозначало бы, ну, начало войны практически. Так. Как по-вашему, насколько адекватный ответ вот сегодня наши стратегии, наш генштаб сформировал все-таки? Насколько мы сейчас в Турции там поставили какие-то препоны для их действий по поддержке ИГИЛ? Как вот вы считаете? Вот оценка просто такая. Насколько вот наши действия сегодня по установке вот этих вот новых средств ПВО, крейсера Москва и так далее, насколько это является вот ответом на этот турецкий удар? Насколько сейчас мы им мешаем в поддержке вот этих вот ИГИЛ и всех этих вот групп? Увеличилось ли это наше воздействие? Нет, ну, во-первых, увеличивается постепенно. Я почему начал с того, что идет эскалация конфликта? Ну, постепенно, понятно. Увеличивается постоянно наше присутствие там. После сбитого самолета. И количественное, и качественное. После сбитого самолета все-таки это заметно? Я говорю, что постоянный рост идет, постоянный. После сбитого самолета вообще, так сказать, да, мы стали, собственно, даже и не скрывать, что мы пришли всерьез и надолго. Вот. Поэтому я думаю, что, наверное, это мы пытаемся, так сказать, да, войну подальше куда-то задвинуть ее, вот, так сказать, от нашего континента, ну, по крайней мере, от наших границ, как можно дальше куда-то отвезти. Потому что постепенно, я смотрю, что там концентрация идет вооружений, военной техники, личного состава. Со всех сторон. Со всех сторон. Со всех сторон, да. Риторика это одно политическое, так сказать, да, а фактически вот такая ситуация происходит. А фактически военные готовятся? Да, да. К столкновению, к конфликту? Всегда готовятся? Ну, ладно. Все это не весело, конечно. Ну, и еще один вопрос все-таки. Как вы оцениваете возможности, турецкие возможности? Насколько они, вот, соответствуют современным образцам военной техники и так далее? Турки опасны противникам, да. Опасны, да. Опасны, да. У нас же с ними практически, если вот такие сейчас пошли обострения отношений, вот, и там, на территории Сирии у нас с ними, и сейчас на, соответственно, уже потенциально район Черного моря, это тоже территория. Да, вот уже в Херсонской области кричат там местные, говорят, что уже прям при помощи государственных транспортной логистики, говорят, их туда потихоньку завосят прям. Турков, турков, каких-то там у них есть, какие-то есть серые волки у турков. Ну, это туркоманы. Вот, и они уже в Херсонской области, так сказать, начинают. Стоп, 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 нет, это не туркоманы, это террористическая организация на территории Турции. И вот они начинают уже там, так сказать, да, это вот как раз вот прокси войска, они начинают и там появляться. То есть на территории Украины, да? Да, я вот боюсь, что они попытаются нас вот так вот растянуть, так сказать. Растянуть и туда, и туда, и туда, да. А теперь смотрите, так сказать, да, погиб вот этот, вот как вот буквально, помните, в преддверии 11 сентября убили Ахмад Шахмасуда. Буквально перед ним, буквально 10-го, да, а это произошло 11-го. И вот тут убивают, погиб он все-таки, признали они, главного талиба, так сказать, да? Вот. Погиб главный талиб, и сразу начался туда бесконтрольный приток вот этих вот уже обстрельных боевиков ИГИЛ. На территорию Афганистана. Афганистана, да, 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 вот. Причем с территории Сирии. Причем есть такая информация, что их туда перебрасывают военными грузовыми бортами. Кто имеет? У ИГИЛа нет военных самолетов. Турки, американцы, турки, американцы. Вообще все эти прокси войска, а вот эти вот арабские ИГИЛ, это чисто американское изделие. Чисто американское, да. Началось это все с 11-го сентября. Даже началось это раньше, на самом деле началось это, может быть, еще с афганской войны. С афганской войны, конечно. Да, 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 то есть вот они начали, так сказать, да, тут опять же Бжезинский там поработал, лично, так сказать, он же лично по горам там бегал, так сказать, я вам говорю точно. С Комаровским, между прочим, так сказать. Вот. Тот вообще молодой был еще тогда, так сказать. Вот. И суть-то какая? Они начали потихоньку, так сказать, селекцией заниматься вот этих вот арабских лидеров. Вот. Когда они зашли в Ирак с мешками долларов, они практически там вообще все купили. Войны-то там как таковой-то не было, на самом деле, да. Вот все, что они рассказывают, это все вранье. Чистой воды вранье. Они вот это все такой вымысел делают, и они на самом деле из какой-то штатной ситуации, да, ну они же мастера постановок, понимаете. Голливуд, это все ихнее. Вообще все, вся их политика, это сплошная постановка. Вот и все. Просто надо давно перестать с ними в эти постановки играть, а зажать их раз в углу, так сказать, и все. И все постановки закончатся. Вот. Боевая источность, у них низкая. Они никогда ни с кем не воевали. Ну, вы говорите в американской. Я вас спросил о турецкой армии. Я вас спросил, конкретно турецкой. Ну, у турецкой армии примерно то же самое, так сказать. Сегодня у нас есть Черное море, у нас есть Крым. Насколько себе он подводный флот? У турецкой армии примерно такая, как и американская на сегодня. То есть то же самое, так сказать. Да, они ни с кем не воевали. Они только вооружались, вооружались, вооружались. Они давно не воевали. Давно не воевали, понимаете. Ну, это примерно, как-то сказать, спортсмен, который всю жизнь тренируется, никогда не был на соревнованиях. То есть он, может быть, про себя думает все, что угодно. Но когда он выйдет на рынке, извини, так сказать, первые два-три удара, так сказать, сразу вернут его на землю грешную. Вот мне кажется, что турки попадут в такую же ситуацию. Потому что на самом деле, так сказать, на сегодня это тоже постепенно, они, так сказать, постепенно, не спеша, опять достают откуда-то из Нафталина, так сказать, османскую челму. Идею. Да, да, да. И пытаются ее опять надеть на голову себе, так сказать. Ну, ладно. Итаган опять этот достали, наверное, свой. Не достанут. Ну, нет, суть-то какая. Потому что янущары они сами уничтожат. Поэтому нам не надо с ними связываться, так сказать, воевать с турками, так сказать. Да, мне кажется, надо опять нам свои пропси войска делать. Есть курды, да, есть греки. Греки пусть, грубо говоря, держат турок за ногу. Есть армяне, которые держат их, так сказать, за заднее место, да. А курды, извините, держат их вообще, так сказать, там. Ну, на самом деле много таких народов, которым, вот, в принципе, потенциальный союз с Россией очень важен, необходим. Нет, нет, много народов, которым турки насолили. И насолили, да. В общем, суть-то. Это и смейлиты, и друзы на территории Сирии. Значит, это и курды, как говорили, и это езиды на территории Ирака. Поэтому, вот они сейчас говорят, турки, так сказать, да, опять у вас в своем, так сказать, там, халифате, каганате турецком, так сказать, да, там, до Алтаев вплоть. Как бы у них наоборот не произошло, так сказать. Опять кочевую жизнь не начали. Это уже политика, да. Ну, ладно, Павел, спасибо за техническое освещение. Некоторых вопросов было интересно. Подождем Игоря Коротченко, наверное, зададим его вопросы. Спасибо вам. Если будет возможность, что-нибудь покажем из беседы с Игорем Коротченко. Спасибо всем. До свидания. Продолжение следует...